Как ты считаешь, зависимость наркотическая или алкогольная – это выбор или все же какое-то стечение обстоятельств или еще что-то такое? Это сложнее, чем выбор, но это не стечение обстоятельств, это слабость. Правильно называть это слабостью, что на фоне собственной слабости человек совершает ошибки и постепенно выбор решается. То есть в какой-то момент употребление наркотиков выбором быть перестает, по крайней мере в том смысле, в котором на популярном языке мы это слово используем. Но на моменте начала – это всегда выбор, в 100% случаев выбор. И очень важно на этих самых первых шагах человека отдернуть, поймать его за руку и сказать, что ты делаешь вообще, прекрати, и помочь ему понять, какая слабость или какая внутренняя боль подталкивает его к употреблению. Потому что алкоголь, как вообще наркотики, это всегда бегство от чего-то. Я имею в виду, не когда ты уже сидишь, а когда ты к этому начинаешь обращаться, это может быть либо экспериментом, эксперимент заканчивается очень быстро, либо это побег от чего-то. И если это побег от чего-то, то, соответственно, такому человеку нужно помочь справиться с той болью, которая заставляет его обращаться к такой форме буквально эмоционального обезболивающего. И причем, если говорить конкретно про алкоголь, просто у меня есть знакомые, у которых такая проблема была, там же это еще как происходит, там есть момент потворствования со стороны близких, потому что они воспринимают на первых этапах, очень часто, особенно с алкоголем, потому что алкоголь – это такой, в общем, наркотик достаточно социально приемлемый, да, они воспринимают, ой, ну сейчас он выпьет, у него повысится настроение, он станет более покладистым, станет легче с ним, значит, какие-то вопросы решать, разговаривать. И вот на этом этапе, да, на этом этапе происходит как раз подсаживание, и подсаживание, которое с потворственной близкой стороны происходит там, где близкий человек на самом деле должен вмешиваться и вообще пытаться разобраться, а что происходит. Причем, кстати, я хочу добавить, что бороться от депрессии и грусти алкоголем – это довольно плохая идея, потому что алкоголь – это депрессант, он только усугубляет. Он усугубляет на моменте отходника, если ты не отходишь, если ты, понимаешь, утром и похмеляешься, и потом к вечеру опять напиваешься, то у тебя как бы этого депрессирующего эффекта нет. По крайней мере, ты его постоянно откладываешь на следующий день, на следующий день, на следующий день, и так и происходит привыкание. С наркотиками – та же самая история. Люди наркотики для того, чтобы стресс снимать, используют, курят там, по крайней мере, курила, таким образом, используются. Я вижу, как люди психологически подсаживаются на траву, да, то есть, окей, она физического привыкания, как некоторые наркотики или как алкоголь в его запойной стадии не вызывает, но психологическая зависимость там возникает очень сильно, и от нее избавиться тяжело. Алкоголь, как и наркотики, да, это что-то, от чего своего партнера, там, муж, жену нужно спасать тут же, либо тут же отношения прерывать, потому что это не просто так, ну, алкоголь не просто так отравил огромное количество в России семей, разрушил, да, и всегда, когда мы слушаем самые трэшовые какие-то истории, читаем про них в газетах, это всегда происходит на фоне либо алкогольного, либо наркотического опьянения, это совершенно чудовищно. И задача партнера, жены, мужа, да, как только ты видишь, что такая проблема, она, в принципе, появляется на горизонте, вмешиваться и, соответственно, близкого человека от этого спасать, потому что в противном случае это уничтожит семью стопроцентно. Я в этом смысле абсолютно не приемлю наркотики, абсолютно не приемлю алкоголь. У меня есть репутация, да, что я там наркофоб, вот именно поэтому я слишком много раз видел, как люди опускаются на самое ДНО, буквально прощая там своих близких. Прощая не в смысле там, что там зуб нужно держать, а в смысле, а прощая эти слабости, да, и прощая слабости потворства. И есть вещи, которым потворствовать нельзя, это одна из них. И если, в принципе, появляется какое-то ощущение, да, что у близкого тебе человека друга или мужа, там, жены, неважно совершенно, возникает, начинает формироваться такая проблема, ее нужно пресекать в самом начале, разговаривать об этом. Если человек разговор этому не открыт, то спасать себя до того, как это зайдет слишком далеко. Это вот мой совет зрителям твоего канала.